Здравствуйте, Розиля! Что значит для вас духовность и духовный человек? Бездуховный значит ты нищий. Да, бездуховный ты нищий, но вот духовность для меня это человек духовный. Кто такой духовный человек? Человек, который, наверное, знает, это будет слишком громко сказано, но человек, который стремится познать, как устроен наш мир, стремится познать законы мироздания. Вот для меня вот это вот духовный человек. Ну а если простыми словами прям вообще как-то понятно сказать, духовный человек это тот, который стремится жить и создавать свою жизнь на основе благодетелей. Вот для меня это духовный человек. И неважно там, это не обязательно человек, который занимается там практиками, медитирует, либо там куда-то там ездит на восток. Нет, достаточно жить в согласии, ну если человек религиозный, да, то согласие того, что прописано в законах. В принципе все религии говорят про одно и то же. Про уважение к взрослым, про уважение к родителям, про любовь к себе, про то, чтобы не навредить другому, не навредить себе к уважению. Ну я это называю благодетелем. В принципе то же самое для меня этот человек является духовным. А бездуховный, когда у него вот это вот отсутствие, конечно же он будет нищий. Нищий в плане того, что ограниченный. То есть узко какой-то направленный. То есть человек, который себя обогащает, да, обогащает знаниями, которые делают его лучше. То есть не все знания, которые мы получаем, они делают нас лучше. То есть если... Есть три категории, да, знаний, которые могут улучшить твою жизнь. То есть если есть знания, которые делают тебя здоровее, значит ты это держишь. Есть ли знания, которые делают тебя богаче, как финансово, так и духовно. И есть знания, которые делают тебя счастливее. Вот и все, три вот этих фактора. Если человек счастливый, если он богатый, изобильный, ну то есть не только в материи, но и внутри себя. И если он здоровый, то все прекрасно. Это для меня духовный человек. То есть он находится вот на своем месте. То есть он счастливый, он здоровый, и в жизни у него все хорошо. Вот эти вот три составляющие и объясняет для меня вот более понятным языком, что есть духовность.